В Якутии поймали живого динозавра. Необычное существо вылезло из ледника Булуус. Неизвестный трилобит проспал в анабиозе 4 миллиона лет, говорят исследователи. Ледник Булуус всегда привлекал туристов. При плюс 35 летом он не таял, что позволяло отдыхающим насладиться контрастами дикой природы. Сегодня у россиян появился еще один серьезный повод посетить это место. Там поймали живого динозавра. Это очень необычное существо, как уверяют туристы, просто вылезло из ледника, доползло до оттаившего участка земли, и там устроилось отдохнуть. Животные они очень крупные, лысого, бледно-розового цвета, кожа прозрачная и видны вены. Голова как будто приросла к туловищу, передние конечности имеют по 4 пальца, а вместо задних, одна ласта или это может быть хвост. Сначала туристы думали, что у него нет глаз, но потом он поднял голову и оказалось, что глаза у него просто огромные. Есть небольшой нос и рот. Альтернативные ученые изучили найденыша и предположили, что это неизвестный вид трилобитов, которые жили на Земле несколько миллионов лет назад. В отличие от своих родственников он лишен панциря и по крайней мере 18 пар конечностей. Кроме того, его дыхательный аппарат явно не приспособлен для жизни в воде, хотя ласт у него все-таки есть. Пока исследователи думают, что это промежуточная ступень эволюции от трилобитов к современным представителям земноводных, например, лягушкам, которые также рождаются с передними лапами и хвостом. Ученые уже доказали, что некоторые виды древних животных могли пережить ледниковый период благодаря способности регулировать метаболические процессы и снижать температуру тела в зависимости от окружающей среды. Например, большинство динозавров не были ни теплокровными, ни хладнокровными. У них была мезотермическая система, при которой обе функции включались в зависимости от внешних условий. Это одновременно и хорошая и плохая новость. Нет никаких сомнений, что динозавр вышел из анабиоза, в котором пробыл 4 миллиона лет, из-за таяния ледника. Изменение климата в этом году побило рекорды, ледники утратили 40% общей площади. Особенно пострадала Гренландия из-за полярья РФ. И никто не может сказать, сколько динозавров там могло выжить, говорят исследователи из сети. Если они проснутся, то эра динозавров может вернуться в любой день и человечество вряд ли сможет выстоять против таких совершенных хищников.